В эфире программа День города. Здравствуйте! В студии Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. ТОСов в Рязани станет больше. Николай Любимов встретился с активистами территориального общественного самоуправления. Венеция в Рязани. Горожане продолжают выживать между гигантскими лужами во дворах своих домов. Рязанский крематорий. Московский убийца привозил в наш регион трупы для сожжения. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов посетит городские территории, где действуют комитеты ТОС. Об этом он заявил на встрече с активистами территориального общественного самоуправления. Николай Любимов отметил, что взаимодействие жителей и власти с помощью ТОСов – одна из наиболее эффективных форм сотрудничества. Он подчеркнул, что в комитетах работают неравнодушные люди, которые хотят развивать дворовые территории. И при этом они не объединены какими-то политическими мотивами. В понедельник, 17 апреля, в администрации города Рязани состоялась встреча активистов территориального общественного самоуправления. Ее провел глава администрации Олег Булеков. На встрече также присутствовал и временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов. Он заявил, что для него очень важно, чтобы между ТОСами и властью действовал режим продуктивного взаимодействия. На самом деле я не могу согласиться на предложение поучаствовать в таком формате нашей встречи, потому что ТОСов – это для меня очень важная составляющая часть взаимодействия между властью и обществом. Я считаю, что одна из наиболее эффективных форм взаимодействия. Почему? Потому что вы представляете территорию. Это замечательно, что есть такие люди, которые занимаются. У Николая Любимова имеется большой опыт в работе с территориальными общественными самоуправлениями, который он приобрел еще в Калуге, где количество ТОСов при нем увеличилось с 29 до 63. Рязань больше Калуги по численности населения, но не по количеству ТОСов. В нашем городе их всего 52. Сейчас 10 инициативных граждан из разных районов города подготавливают документы для создания новых территориальных общественных самоуправлений. Я готов всячески поддерживать такой формат нашего взаимодействия. Очень важно, что вы этим занимаетесь и важно для меня, чтобы вы чувствовали нашу поддержку. Поддержка должна заключаться, на мой взгляд, в первую очередь в том, чтобы мы могли с вами взаимодействовать, в диалоге решать каждые насущные вопросы, ежедневные вопросы, которые возникают у вас на территории. Ну, так или иначе, куда деваться, они возникают постоянно. Улучшить мнение о регионе, по словам Любимова, могут и сами рязанцы. Достаточно лишь рассказывать другим людям, что в Рязани много интересного. Благодаря этому у других жителей страны возникает положительное представление о регионе в целом. На встрече также затронули вопросы дальнейшего благоустройства городских территорий. Николай Любимов рассказал, что обязательно будет посещать рязанские ТОСы, а в самое ближайшее время проедется по лучшим в городе. По окончанию заседания лучшим председателем рязанских территориальных общественных самоуправлений были вручены областные награды. Если во дворах города жители сами стараются поддерживать территорию в порядке, связующие автомобильные дороги между дворами оставляют желать лучшего. Огромная лужа, которая образовалась на одной из таких дорог в Приокском, говорит не только о затянувшейся дождливой погоде в регионе, но и о необходимости ремонта асфальтового покрытия, о том, как рязанцы справляются с наводнением в собственном дворе в материале Валерия Седова. Наверное, проехать по этой дороге без помех возможно только зимой, когда машины укатывают снег. Но в остальные сезоны все это превращается в настоящее болото. Глубиной сантиметров в 10 поня невозможно ни пройти, ни проехать, а селит ее только внедорожник. По заявлению жильцов дома 13-6 по улице Молодцова, эта яма всегда была здесь. Даже на панорамных картах в интернете, где ярко светит летнее солнце, можно увидеть эту лужу во всей красе. Неужели за все время нельзя было сделать обычный водоотвод? Да, дренаж здесь есть. Правда, из-за его расположения вода в него так и не попадает. А до ближайшей лужи еще идти и идти. Неизвестно, сколько опасностей в своих водах скрывает эта лужа. Камни или даже металлические предметы, которые затаились в яме, представляют большую угрозу для автомобилей. Под слоем воды и не увидеть всех препятствий, с которыми предстоит столкнуться водителю. А порой и дети, которые любят играть в самых необычных местах, меряют глубину луж. Поэтому она не только причиняет массу неудобств, но и несет большую опасность. Вы знаете, вот в детстве моем, не помню, мне уже 35, а вот последние лет 10. Ну просто какое-то безобразие. Да, она все время здесь. Что и летом, что и осенью, что и весной. Тут все жители, тут лужи собираются, тут комары все это достают, конечно. Здесь лужи зимой и летом. Ее надо сперва канализацию сделать. Вот, сами посмотрите. Уже весна, она никуда не уходит. Смысл дорогу положить? Я вот не вижу. Сколько я живу 20 лет, столько и дорог так же. Хоть и новый асфальт сделать, так она и будет. Стека нет, тренажа нет. Всю жизнь болото была и будет. Вот в этом доме я жил, знаю. Тут нет стекать, ни тренажа, ничего нет. И что, сейчас вот положи новый асфальт, положи все. И на нем же такая же вода и будет. По заявлениям жильцов дома, ситуация с этой ямой освещалась неоднократно. Но ни к каким результатам это не привело. За долгие годы, что лужи здесь существуют, люди научились с ней жить. Ведь другого пути у них нет. Сейчас на этом участке дороги проводятся ремонтные работы. Цель которых нам неизвестна. Рязанская область стала местом избавления от трупов для убийцы из Москвы. В течение нескольких лет мужчина занимался планомерным уничтожением целой семьи, вывозя трупы убитых в Рязанскую область в чемоданах для сожжения. В результате преступнику удалось за это время присвоить себе две квартиры, одновременно избавившись от их законных владельцев и возможных свидетелей. Расследование уголовного дела сейчас подходит к своему завершению. О странном исчезновении женщины и двух ее сыновей правоохранительные органы сообщили члены религиозной организации «Свидетели и Еговы», в которой она состояла. По словам представителей организации, женщина никогда не пропускала собраний. Возбудили уголовное дело и уже на первых порах расследования выяснилось, что у женщины была дочь, которая исчезла чуть раньше. После проведения оперативно-розыскных и следственных действий в 2016 году по уголовному делу задержали пять человек, в числе которых оказался зять пропавшей женщины, муж ее исчезнувшей немногим ранее дочери. В ходе допросов правоохранителям удалось восстановить картину произошедшего. По версии следователей, в 2008 году обвиняемый занимался ремонтом квартир и во время одного из заказов познакомился с девушкой, которая довольно скоро стала его женой. Он убедил ее в том, что занимается выгодным бизнесом, но ему нужны деньги. Девушка продала свою квартиру и отдала возлюбленному пять миллионов рублей. Когда у женщины появились проблемы с финансами и ей потребовались средства для платы за арендную квартиру, она стала предъявлять мужу претензии. На одной из подобных встреч мужчина застрелил ее из пистолета. А чтобы скрыть следы своего преступления, уложил тело в чемодан, вывез его в Рязанскую область, где у него был участок, и сжег в бочке из-под мусора. После этого преступник обратился к теще, которая тогда проживала в трехкомнатной квартире с двумя сыновьями. Обвиняемому удалось убедить тещу оформить на него доверенность и продать ее квартиру. А когда женщина поняла, что квартира ей больше не принадлежит и обратилась за помощью к членам религиозной группировки, в которую входила, ее зять понял, что все преступления могут быть разоблачены. Он нашел мужчину, который страдал от алкоголизма и попросил его убить свою тещу, а также ее старшего сына. Наемник выполнил просьбу, а преступник вывез села тещи ее старшего сына в Рязанскую область в чемодане и сжег их, как и свою супругу. Младшего сына убили чуть позже. На след предполагаемого убийцы правоохранители вышли благодаря тому, что он сохранил пистолет, из которого убил жену и ее младшего брата. Сам подозреваемый на допросе рассказал, что оставил пистолет, потому что у него не было так много денег, чтобы покупать новое оружие и выбрасывать старое. В настоящее время расследование практически завершено. Очень скоро состоится суд. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить пожизненное заключение. После произошедшего в Санкт-Петербурге теракта в метро по всей России участились случаи телефонного терроризма. Злоумышленники звонят в организации или в отделение полиции с заведомо ложными доносами о готовящихся терактах. Часто такие действия совершают люди с психическими расстройствами или в нетрезвом состоянии. Подобные случаи происходят и в нашем городе. Рязанские полицейские задержали двух подозреваемых в телефонном терроризме, которым теперь грозит уголовная ответственность. На телефон дежурной части МВД России по Рязанской области поступило анонимное сообщение о готовящемся в Рязани теракте. Мужчина, звонивший в полицию, был явно не трезв. Полицейские быстро установили личность звонившего. 50-летнего рязанца задержали у него на квартире на улице Советской армии. Сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани выяснили, что злоумышленник уже два дня злоупотреблял спиртным. Из-за этого возникли напряженные отношения с родными. И мужчина решил тревожным звонком разрядить обстановку. Чуть позже в полицию поступил еще один тревожный звонок. Женщина сообщила, что в ее квартире находится взрывное устройство, предназначенное для совершения террористического акта. На место немедленно выехали сотрудники полиции и оперативные службы. В квартире на улице Забайкальской, откуда поступил звонок, никаких опасных предметов не было обнаружено. Выяснилось, что заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте совершила 58-летняя хозяйка квартиры. Рязанка также не первый день злоупотребляла спиртным и не могла внятно пояснить причину своих действий. Злоумышленнице грозит возмещение ущерба за ложный выезд оперативных служб, а также уголовная ответственность. В отношении Рязанки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В Рязани продолжается борьба с незаконными эмигрантами. В этот раз сотрудники полиции для проверки совершили выезд на стройки города, где предположительно могли работать официально неоформленные граждане. В ходе рейдовых мероприятий, как и ожидалось, были выявлены случаи нарушения законодательства, продолжит Ирина Ковалева. Объектом проверки стала стройка, расположенная на улице Высоковольной. По информации сотрудников подразделения по вопросам миграции отдела МВД России по железнодорожному району, именно там могли работать иностранные граждане с нарушением миграционного законодательства. В рамках рейда на стройплощадке было обнаружено 11 граждан Республик Узбекистан и Таджикистан. Для проверки мигрантов припроводили в отдел МВД России по железнодорожному району Рязани. В отделе была проведена проверка их документов. Сотрудники полиции сравнили полученные данные с имеющейся в базах криминалистического учета информацией, чтобы выявить, разыскивается ли кто-либо из задержанных за причастность к совершению преступления на территории России или соседних государств. В результате проверки в отношении шести мигрантов были составлены административные протоколы за нарушения, связанные с незаконным пребыванием и незаконной трудовой деятельностью иностранных граждан. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Смотрите далее. Еда для ума. В школах города проводятся проверки качества питания. Клещи атакуют. В больнице Рязани обратились уже 30 пострадавших от укусов кровопийц. Сохраним историческую память нашего города. 18 апреля во всем мире отмечают День памятников и исторических мест. В эфире программа День города и мы продолжаем выпуск. В школах города Рязани начались проверки качества питания учащихся и организации работы столовых. Подобные мероприятия проводятся с 2016 года в рамках исполнения поручения главы администрации Олега Булекова об усилении контроля за организацией питания учащихся в образовательных учреждениях Рязани. При этом в течение учебного года, не реже двух раз в месяц, осуществляется промежуточный контроль с привлечением специалистов муниципального предприятия детское питание и представителей общественности, в том числе членов родительских комитетов. Проверки, которые производятся сейчас, охватят все муниципальные школы и продолжатся до конца апреля. Цикл проверочных выездов стартовал 17 апреля. В первый день проверки состоялись в 18 муниципальных образовательных учреждениях, в которые выехали 9 групп в составе представителей администрации Рязани, муниципального предприятия детское питание и родительских комитетов. Одну из комиссий возглавила заместитель главы администрации города Лариса Крахалева, побывавшая с проверкой в школах номер 28 и 55. Как показала проверка, в обеих школах питание организовано с полным соблюдением санитарных требований, учтены рекомендации по сервировке столов и порядке подачи блюда. Дети посещают столовые в сопровождении классных руководителей. Сами дети питанием довольны и едят с удовольствием. Всем нравятся макароны с сыром. Потом нравится, вот, спросите у деток, они вам скажут. Они нам сказали. Да, вот, ну, кашку едят, кашку едят, риску едят. Конечно, горячее питание имеет крайне важное значение и для детей в первую очередь. Директор 28-й Рязанской школы рассказала, что в учебном заведении здоровью и правильному питанию подрастающего поколения уделяются особое внимание. Ну, чтобы охватить большее количество детей питанием, чтобы это проходило все планомерно, мы сделали в расписании две больших перемены. И поэтому классные руководители спокойно помогают накормить большое количество детей. Подобные проверки пройдут до конца апреля и охватят все муниципальные школы. А все замечания, предложения и рекомендации позволят при подготовке к следующему сезону максимально эффективно провести оптимизацию технологических процессов, подойти к обновлению материально-технической базы, а также уделить дополнительное внимание предпочтениям детей при приготовлении пищи. Помимо этого, в школах планируется организация занятий по вовлечению детей в сторонники здорового питания и здорового образа жизни в целом. В школе номер 28 сейчас для этого разрабатывают собственную методику. Предложили обеспечить учебными пособиями начальную школу, в которых содержится разъяснение как для учащихся, так и для родителей о принципах здорового питания, например, в образовательном учреждении. И со следующего учебного года мы вот такую инициативу приняли. Я надеюсь, что нам это окажет добрую услугу, что процент мы повысим в начальной школе, возможно, и за счет этого в том числе. В общем, похоже, что здоровье нации в надежных руках, и у подрастающего поколения есть все шансы закончить школу не только с достойным багажом знаний, но и с крепким здоровьем. В больнице на сегодняшний день обратились уже 30 рязанцев, укушенных клещами. Среди них 8 детей. Случаев заболевания клещевым боррелиозом и другими инфекциями, передающимися этими насекомыми, зарегистрировано не было. По данным Роспотребнадзора, ситуация в данный момент соответствует норме. Однако для облегчения жизни гражданам в текущем сезоне на территории Рязанской области планируется провести специальные обработки в скверах, парках, на стадионах, в зонах отдыха и детских, оздоровительных и образовательных организациях с целью уничтожения и профилактики появления вредоносных насекомых. Но при всем этом, рязанцам не стоит забывать о необходимости соблюдения мер безопасности. При прогулках в лесу и в зеленых зонах нужно использовать спреи, отпугивающие клещей. Одежда, в свою очередь, должна быть светлой, так на ней легко можно заметить клеща. Также она должна закрывать тело человека и плотно прилегать к ботинкам. Кроме клещей, сейчас вновь назрела еще одна проблема. В Рязанском регионе выявили случай бешенства животных. Это произошло в одной из квартир в поселке Ласковский. Теперь вся территория населенного пункта объявлена угрожаемой зоной. Здесь запрещены торговля животными, проведение выставок и вывоз животных за пределы населенного пункта. Карантин будет действовать до 12 июня. Это уже не единичный случай выявления заболевания на территории региона. Ранее карантины были введены в Ермишинском и Клепиковском районах. Ежегодно 18 апреля большой отряд энтузиастов-радиолюбителей во всем мире отмечает свой профессиональный праздник. Каждый год Всемирный день радиолюбителя проводится под определенным девизом. В 2007 году он прошел под лозунгом «Расширение мира радиосвязей». В 2013 праздник был посвящен столетию со дня первого использования любительского радио в чрезвычайной ситуации. Одним словом, девиз определяет ключевую тематику для проводимых дискуссий между заинтересованными людьми. О том, что сейчас актуально, нам рассказал рязанский радиолюбитель. Всемирный день радиолюбителя непосредственно связан с увлечением, которое принесло человечеству немалую пользу. Wi-Fi, телевидение, сотовая связь – все это благодаря тому, что любители техники продвигают вперед современные технологии, развивая тем самым и саму цивилизацию. У нас в Рязани существует клуб радиолюбителей в ДСААФе. Все это сделано для того, что клуб увлеченных людей – это незабываемое чувство, когда ты, допустим, настраиваешь антенну долгое время, пытаешься с кем-нибудь связаться, а потом слышишь ответ из совершенно другой страны или региона. То есть чем дальше свяжешься, тем больше радость. Ну, помимо этого, также мы общаемся в своих кругах, допустим, в Рязани, на гражданском диапазоне. Общаться на гражданском диапазоне может любой желающий, приобретя себе рацию. А вот чтобы осуществлять связь с другими континентами, странами, людьми, радиолюбителям необходимо получить категорию. Для этого увлеченные люди сдают специальный экзамен, после чего им присваивается собственный позывной. Именно с помощью длинных радиоволн, которые способны отражаться от эоносферы, можно достучаться до других стран. А вот короткие волны эффективны на территории города. Они обладают хорошей проницаемостью сквозь здания, отражаются от препятствий, способны обогнуть небольшой рельеф, например, холм. Ультракороткие волны способны проникать сквозь тропосферу и, соответственно, распространяться в космосе. Ограничений, в принципе, нет. Со спутниками мы также общаемся на больших частотах. Так что сигнал, уходящий за пределы Солнечной системы, может идти вечно. И, возможно, когда-то на подобное послание смогут ответить внеземные цивилизации. А пока технологии, применяющиеся для приема информации со спутников Земли, изучают рязанские радиолюбители. Сейчас в планах у нас с одним из радиолюбителей Рязани, с местным, осуществить ССТВ-передачу фотографий по радиосвязи. То есть звуковой сигнал расшифровывается компьютером, принимается и составляется либо видеосигнал, либо фотография. Кроме того, в настоящее время лучшие умы планеты разрабатывают способ передачи информации под водой. Как известно, например, в море или океане идеального способа связи сейчас нет. Вода глушит радиоволны. Но, вернувшись на Землю, стоит сказать, что рацию приобрести себе может любой человек, что полезно. Например, при прогулке в лесу. В случае чрезвычайного происшествия закон не запрещает использовать служебные частоты для предотвращения гибели. Их можно узнать в интернете. Вот, допустим, станция Аргут А-45. Но она маломощная, то есть у нее радиус действия силы 3-4 километра по городу в лучшем случае. Это вот уже недавно была приобретена станция китайская, уже более мощная, примерно в 400 раз мощнее. У нее радиус действия уже при желании километров 14. Так что пользуйтесь рациями лучше всего с большим диапазоном приема. Это один из самых быстрых способов связи. К тому же он бесплатный. В настоящее время в России насчитывается примерно 150 тысяч объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Охрана и использование памятников и исторически значимых мест регламентируется федеральным законодательством. Необходимость заботы о своей истории осознают граждане по всему миру. Именно поэтому 33 года назад был утвержден особенный праздник – Международный день памятников и исторических мест. Его девизом стали слова «Сохраним нашу историческую Родину». По мнению краеведа Игоря Канаева, 18 апреля должно стать одним из самых важных праздников для нашего города и его жителей. Ведь Международный день памятников и исторических мест – это прекрасный повод еще раз вспомнить, что мы живем в древнем городе. Только на территории Рязанского Кремля на сегодняшний день находятся 20 памятников истории и архитектуры. Причем сохранность ансамбля Кремля и его расположение является уникальным. Ведь большая часть подобных архитектурных памятников, находящихся в других точках нашей страны, живут в городе, а наш Кремль – в природе. Вот если бы не вновь построенный Северная окружная, Кремль вообще жил бы в природе. Это такая особенность именно Рязани современной, что Кремль, находящийся в историческом ядре и в то же время на краю города. А почему? Разливы океи и трубежи не давали здесь застраивать пойменные земли, и он оказался таким живым, таким бриллиантом среди ожерелья природного окружения. Правда, с точки зрения краеведа, две трети территории Кремля на сегодняшний день не используются. Необходимо задействовать всю его территорию, сделать круговой обход, что позволит увидеть рыбацкую и стрелецкую слободу, нижний посад с двумя храмами, русло реки Лыбедь и даже городище раннего Железного века, на территории которого сегодня стоит Николадворянский храм. То есть Кремль мог бы раскрыться даже для жителей Рязани с новой стороны. Причем все это реально. Администрация музея-заповедника разработана уже при введении в порядок именно этой части, вот Кремлевского холма. Здесь появятся три башни, игровая зона, такая развлекательная, туристическая, большая автостоянка, чего не хватает очень сейчас в Кремле. Я думаю, что вот круговой обход, возможно, уже сейчас самый такой, может быть, примитивный, дощатый или гравийный, или из-за кирпича, даже кирпичный, все реально сделать. Может быть, начать или продолжить, вернее, будет сказать, субботники по очистке от американского клеона, который заполонил, по сути, все русло реки Лыбеди. Однако ансамбль Рязанского Кремля далеко не единственный значимый исторический объект нашего города. Уже сама планировка центра Рязани, сохранившаяся с 18 века, является уникальной. Подобное можно встретить только в Суздале и Москве. Архитектурные памятники, которые украшают улицы старого города, не менее величественны памятников столицы. Так, например, этому уникальному архитектурному ансамблю могли бы позавидовать Москва и Санкт-Петербург. Конечно, при условии, что облик этих зданий был бы приведен в соответствующий вид. Богата значимыми историческими местами Рязанская область. Так что нам действительно есть чем гордиться и есть о чем заботиться. Ведь на сегодняшний день огромное количество памятников нуждаются в реставрации. Иначе для наших потомков они будут недоступны. Это все новости на данный момент за событиями. Вы можете следить на нашем официальном сайте, а также группах в соцсетях. Весеннего вам настроения. До свидания. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24».